Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести» Карачаева-Черкесия в студии Майя Хамдохова. Малое и среднее предпринимательство, порядка 13 тысяч услуг оказал Центр «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии. Свыше 5, 10 молодых и социальных предпринимателей получили грантовую поддержку на запуск и развитие своего дела. Ежегодно Центр «Мой бизнес» проводит конкурсы «Мой добрый бизнес» и «Экспортер года», стимулирующие и поощряющие социальных предпринимателей и экспортеров региона. Совсем скоро у молодежи появятся и бизнес-проекты в сфере легкой промышленности. В Карачаево-Черкесии открылся Центр обучения в сфере легкой промышленности на базе Индустриального технологического колледжа. Программа «Регион» для молодых от Росмолодежи реализуется по поручению и непосредственной поддержке президента России Владимира Путина. Открытие Центра в Черкесске – это совместная инициатива Министерства по делам молодежи, Минпрома, энергетики и транспорта Республики и непосредственно самого колледжа. Центр обучения предлагает комплексную образовательную программу по актуальным профессиям в мире моды и дизайна. Основные направления – швея, программист, дизайн, оператор ПВМ и многие другие. Для Карачаева Черкесии новые высококвалифицированные специалисты – это всегда еще один виток развития республики, а значит и всей страны в целом. Именно поэтому открытие такого рода Центра обучения – знаковое событие для всех жителей региона. Как отметил глава региона, сфера легкой промышленности является одной из самых востребованных на сегодня в Карачаевой Черкесии. А продукция, выпускаемая предпринимателями, пользуется большим спросом во многих регионах страны. Какую работу проводит Центр по противодействию экстремизму МВД по Карачаевой Черкесии? Какие задачи подразделения выполняет и какие профилактические работы проводит? Об этом вестям рассказала сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаевой Черкесии Оксана Кочубеева. На сегодняшний день важнейшими задачами Центра по противодействию экстремизму является выявление, пресечение, предупреждение и раскрытие преступлений террористического характера и экстремистской направленности, установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших подобные преступления, и установление лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций. Сотрудники нашего Центра, как правило, люди не публичные, но, тем не менее, это достаточно опытные и грамотные специалисты, которые не раз проявляли как профессионализм, так и настоящую самоотверженность. Особенно это необходимо было в те времена, когда на территории региона, да и в целом по стране, действовали многочисленные незаконные вооруженные формирования, целью которых был захват власти и политический переворот. На сегодняшний день полицейские центры совместно с коллегами из других правоохранительных структур и заинтересованных ведомств проводят комплекс оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий, которые нацелены на выявление и пресечение распространения экстремизма и терроризма на территории Карачаева-Черкесской Республики, а также на устранение причин и условий, которые способствуют их возникновению. Расширенное интервью сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаевой Черкесии Оксаны Кочубеевой смотрите в воскресенье в итоговой информационной программе «События недели в 14.30». Региональный семинар «Говорим о важном». Новые горизонты образования обсудили вместе с навигаторами детства. Мероприятие провели в Черкесске на базе Центра выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи Карачаева-Черкесской Республики «Спутник». Об эффективности и значимости учебно-практических занятий для педагогов расскажет Альбина Ламкова. Семинар «Говорим о важном» стал сильным шагом в развитии образования, поскольку он объединил профессионалов и предоставил уникальную возможность еще раз обсудить актуальные вопросы, разработать стратегии, способствующие росту качества обучения, воспитания и, конечно, обменяться опытом. Полученные знания непременно будут реализованы на занятиях с детьми. Организатором масштабного мероприятия в рамках «Года семьи» выступила команда регионального ресурсного центра навигаторов детства Карачаева-Черкесии. На разговорах о важном должны присутствовать не только дети, но и их родители. У нас в планах сейчас записать разговоры о важном на радио, чтобы утром наши родители уже были в курсе, какую тему сегодня наши дети будут обсуждать на разговорах о важном. Знаете, наверное, самая большая ценность этого проекта в том, что дети учатся говорить, высказывать свои мысли, выстраивать логические цепочки, говорить о причинно-следственных связях. Семинар для педагогов проводится регулярно, как всероссийского масштаба, так и регионального. Один из них совсем недавно прошел в Центре знаний Машук. Он объединил порядка 150 педагогов из 87 регионов России, наши учителя в их числе. Они познакомились с инновационными подходами в преподавании, способами вовлечения учащихся в общественно-активную деятельность. Мы собрали очень много разных методик со всех регионов. Мы делились опытом. И в связи с этим у каждого свой багаж, который он унес. То, чего мы никогда не делали и не применяли у себя в регионе. Например, из Калининградской области мы переняли опыт приглашения на мероприятия родителей. Потому что как раз-таки именно родители являются связующим звеном между преподавателем и ребенком. На региональном семинаре «Говорим о важном» рассказали о наиболее значимых задачах, стоящих в данном периоде обучения. Познакомились с основными направлениями государственной политики в сфере воспитания. Обсудили необходимость изучения алгоритмов по привлечению к реализации программы внеурочной деятельности участников образовательных отношений. А также спроектировали взаимодействие советника-директора по воспитанию с участниками образовательных отношений. Разговоры о важном. Само определение говорит само за себя. Мы говорим о важном. О важном это значит о том, как любить родину. О важном, что такое патриотизм. О важном, какая у нас замечательная Россия и насколько у нас много прекрасных людей, достойных того, чтобы о них говорили. Еще Людмила Барлакова отметила, что как разговоры о важном справляются с предназначенной им ролью, всецело зависит от учителя. Формальное отношение к разговорам о важном лишает возможности ребенка получить очень важную информацию. Я обращаюсь к своим коллегам. Дорогие мои коллеги, пожалуйста, с душой отнеситесь к этому проекту и дайте возможность детям узнать не только математику, физику и химию, но и ценностные ориентиры нашего государства. Альбин Ламков, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Внесены изменения в устав духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии. Какие преобразования произошли в главной религиозной организации республики, рассказал муфти региона Мухаммад Хаджи Иркенов. Мы открыли комитет по делам молодежи, открыли комитет по делам Хаджа, отдел образования и просвещения, и есть отдел ФЕД, Совет Улемов. Раньше по районам и городам у нас работали Кадии, а также ответственные. Мы это все упразднили, теперь будут работать Раис и Мама. То есть в одном лице Кадии ответственные, в одном лице это будет Раис и Мам. Он будет отвечать за район, за имама. Далее, какие изменения я еще хочу вести? Мы призвали фонд Ансары, также фонд Маммад. Они объединились с духовным управлением. Теперь эти два фонда будут работать при духовном управлении. То есть они будут от имени духовного управления работать. Для чего? Для того, чтобы у нас на сегодняшний день нет здания духовного управления. Временно мы будем располагаться в здании старой мечети города Черкесска. Рядом с новой мечетью есть здание старой мечети. Пока будем располагаться в этом старом здании. Далее будем делать новое здание нового духовного управления. И это нам удастся сделать посредством наших фондов. Я очень хотел бы, я и обращаюсь к жителям нашей республики, чтобы мы все поддерживали эти два фонда. Фонд Ансары и фонд Маммад. Потому что далее будем еще выплачивать заработную плату имамам. Вот такие у нас благие намерения. И сделаем все для того, чтобы в республике был мир, согласие, межконфессиональное согласие, межнациональное согласие. В Черкесске завершились восьмые детские сергиевские чтения, посвященные Году Семи и Святому Сергию Радонежскому. Торжественная церемония закрытия и награждения участников прошла сегодня в Центре образования номер 11 города Черкесска. Подробности у Али Баташева. Трогательное стихотворение продекламировала победительница конкурса чтецов «Живое слово о родине и семье» Алиса Чувакина. В рамках восьмых детских сергиевских чтений прошли конкурсы сочинений, рисунков и прикладного искусства на тему «Святой заступник Руси» Сергий Радонежский. Свою оригинальную работу на конкурс представил и Александр Сундуев. Пример Сергия Радонежского вдохновляет детские сердца не только многочисленными чудесами, но и помощью в учебе. Он очень плохо учился, у него не получилось. В этом году в чтениях участвовали ребята из Усть-Джигутинского и Прикубанского районов, а также школ города Черкесска. Центр образования номер 11 Черкесска – флагманское учебное заведение республики, где реализуется национальный проект «Орлята России». В рамках учебного направления «Хранители истории» проходили восьмые детские сергиевские чтения. Участников форума приветствовали священнослужители, представители органов власти, Мария Черкесска, Движение первых и Общественная палата республики. Наша комиссия по образованию проявила инициативу и совместно провела данные сергиевские чтения. Еще раз спасибо всем большое, всем участникам. Надеюсь, география на следующий год расширится. Всегда ваши успехи – это труд ваших родителей. Всегда будьте благодарны маме и папе, преподобной Сергею. И в этом тоже нас научают – быть благодарными своими родителями. Награды получили не только участники конкурсов, но и родители, воспитывающие юных талантов. В числе награжденных – многодетная мама Марина Сундуева. Секрет успешного воспитания не только заботится о ребенке, но и занять его интересным делом. У меня дети всем занимаются дополнительно, много дополнительных занятий. Они не гуляют на улице. Мы и в церковь ходим постоянно. Я люблю детей. Я не откажусь еще от детей. Была бы возможность. Любишь своих братьев и сестер? Да. Сколько люди бей? Две сестеры и еще два брата. Я пятый. Кого больше всех любишь? Ну, я не знаю. Юные таланты проявили себя не только в представленных на конкурс работах, но и в выступлениях, музыкальных и танцевальных номерах, которым аплодировали и взрослые, и дети. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Курорт Архиза на форуме туристических территорий удостоен награды как лучший горнолыжный комплекс СКФО. Большая гордость для нас, что динамичное развитие Архиза встречает поддержку не только гостей курорта, но и отмечается достойными наградами. Расцениваем это как почетный знак на одной из промежуточных точек в масштабном плане развития нашего курорта и не только в горнолыжном направлении, отметили в Министерстве туризма Республики. На этом наш выпуск завершен. Следующий смотрите в 14.30.